Всем добрый день! Находимся в Запорожской области, Першотравневы. Сегодня у нас 18 июля. Созрел персик Манон. Это американская селекция среднего срока созревания. Обычно этот сорт созревает где-то 10-15 числа июля. В этом году немножко позже. Это беломясый сорт персика. Заявленная масса плодов у него 150-200 грамм. Но я немножко позже его взвешу. Значит, сорт очень хороший, очень вкусный. Плоды хорошие, транспортабельные, товарные. На рынке продавать можно. Ну и для своего потребления в том числе. Сорт очень напоминает фиделию по вкусу. Но только фиделия менее опушена, а Манон немножко более опушен. Это тоже американская селекция, как и сорт фидели. Один из моих любимых сортов. Ну и Манон в том числе очень-очень достойный сорт. Это я произвожу съемку дерева. Это ему третий год получается. Ну там уже плоды некоторые попадали. Мы их уже поели. Поставалось там, не знаю, где-то в районе, наверное, 10 штук. Ну сейчас пообрываю, взвешу на весах, покажу. Хотя еще рановато судить о размерах плодов этого сорта. Потому что надо, чтобы дерево немножко окрепло, набралось сил и так далее. То есть я производил сравнение этого сорта с витрин хинжирного. Какие плоды были в первые годы плодоношения и какие последующие. То есть сорт раскрывает свой потенциал где-то в возрасте, ну не знаю, где-то лет 4-5-6. Вот так вот. Ну в зависимости тоже от сорта. В зависимости от того, как он рос, приживался, какой за ним уход, обрезка и все в этом роде. Ну то есть, такие вот плоды, значит. Так, тут видно, не видно будет. Не знаю, посмотрим. Тут всегда солнце, ветер. Как-то не совсем получается. Ну там тоже маточное дерево. Тут и на черенки его ежегодно обрезаем. В этом году в том числе его буду очень сильно обрезать. Ну то есть сейчас уже плоды полностью переспевшие. Ну на дереве там раз берешь и вот снимаешь. То есть они уже не сильно крепко держатся. Но тем не менее, до полностью перезревшего состояния довисели на дереве. Так, вот сейчас вот я взвешу. Ну сразу скажу, что они точно не будут весом, как должны быть. Ну 97 грамм. Как инжирный персик с витрин. Вот вам 86. 102, 103 можно сказать. 84. Вот так вот на руке по размеру. То есть надо еще ждать, пока дерево немножко окрепнет. Это все не то еще. Тоже вот уже многие люди говорил в видео про свитринг, что попробуют там персики, им там где-то что-то не нравится. То ли размер плодов, то ли вкусовые качества. Первый год. Ну я же говорю, что нужно ждать, пока дерево подрастет. Вот в тени, получается, плод сорвал. Вот такой вот он. Такой со штриховатым румянцем. Вот это вот солнечная сторона была. Так, наверное, я сейчас сейчас пообриваю. Потому что не знаю, куда я приду. Подойду к этому дереву, чтобы не забыться их оборвать. Может, и попадает, будет жалко. Так, вроде бы больше не осталось. Ну сколько тут получается? Ну 6, 9 и там еще несколько штук сели. Ну штук до 15 максимум было. Сейчас покажу, какая мякоть. Так, помягче какой-нибудь такой выбор. Ммм, вообще классная. Медовая, сочная. Сейчас вот один персик попортим. Вот, какой он по сочности. Вот. Весь течет. Очень вкусно. Но косточка, к сожалению, не отделяется. Вот. Вкусный. Относительно устойчивости к болезням, то сорт считается как устойчивым к болезням. То есть это не я придумал, это так считают и другие садоводы, и по многим идет. Ну что сказать, что в любом случае нужно опрыскивать, пролечивать данный сорт. Значит, в зиму мы пролечиваем бордовской смесью трехпроцентной. Наверное, это буду напоминать в каждом видео. Потому что многие садоводы, начинающие особенно, не знают, как сохранить новопосаженные персики в первый год, особенно в зиму. И потом у них где-то что-то пропадает. Значит, бордовской смесью пролечиваем трехпроцентной. Это 300 грамм едного купороса, 400 грамм извести. Извести желательно брать хорошего качества. Желательно где-то из-за рубежа. Есть фирмы, которые привозят. Но мы, в частности, берем польскую. Значит, обрабатываем один раз бордовской смесью. Потом, среди зимы, если есть окна, то еще обрабатываем. Бывает такое, что за зиму по четыре раза обрабатываем. Но зато деревья хорошо сохраняются. В частности, акулянты это, саженцы. Весной потом мы пролечиваем скорым деланом. Ну и больше все. Дальше мы уже не пролечиваем. Вот если высокий агрофон, я имею в виду, что в зиму их так пролечивали, весной, тогда деревья не будут болеть. Это не только от курчавости пролечивается. Масса еще других болезней персика есть. Которая, наверное, даже будет похуже по своим вредоносным способностям для персика, скажем так. Ну, такой вот был мой небольшой обзор на этот сорт. Ну, значит, сорт подтвержденный. Доставали в надежном месте. То есть, можете смело его покупать. Вам однозначно понравятся по вкусу эти плоды. Особенно для любителей беломясых сортов персика. У меня, кстати, больше всего беломясые нравятся. Вот, Манон получается, Фиделия, Алибланка. Ну, просто превосходные персики, так скажу. Именно вот беломясые. Ну, всем спасибо за просмотр моего видео. Буду в этом году еще снимать другие видео по мере созревания плодов в питомнике. До новых встреч. До свидания.